Этот фильм о самой страшной и загадочной морской катастрофе, которая произошла на Балтике в конце 20 века. Гибель парома Эстония часто сравнивают с гибелью легендарного Титаника, затонувшего в Атлантике в 1913 году. По масштабам эти катастрофы сопоставимы, но есть важные отличия. Никто и никогда не говорил, что Титаник затонул в результате преступного заговора. А именно заговор – одна из главных версий гибели Эстонии и почти 900 человек, находившихся на ее борту. 27 сентября 1994 года огромный многопалубный паром Эстонии, гордость и флагман эстонского пассажирского флота, вышел из Сталинского порта и взял курс на Стокгольм. Никто даже в дурном сне не мог тогда представить, что очень скоро этот гигант попадет в крупнейшую морскую катастрофу на Балтике после Второй мировой войны. Утром, 28 сентября, вся республика оказалась в шоке. Паром, носящий имя нового свободного государства, ушел на дно Балтийского моря. Сначала никто не хотел этому верить. Потом толпы людей стали выходить на улицы и двигаться в сторону моря. Я слушаю по радио, дается сообщение о большом несчастье, о катастрофе парома Эстонии на море. Я прямо спускался на коллеги, попросили, чтобы Бог спаси нас в точку. Мы включили этот телевизор, и мы тоже там показывали, что Эстонии утонули, и людей не очень много спасили. Тогда я первый раз плакал. Это очень-очень тяжело было. Это был полный шок для всех. Это был шок для простых людей, это был шок для правительства. Никто не поверил. Но поверить в реальность трагедии скоро пришлось. Появились первые спасенные. Начали привозить тела погибших. Сразу возник вопрос. Кто виноват? По Эстонской республике поползли зловещие слухи. Паром взорвали российские спецслужбы. Паром утопила неизвестная подводная лодка. Паром потопили контрабандистов. И все эти слухи опирались на конкретные факты. Выход парома Эстонии в последний рейс сопровождало много странных и таинственных событий. Например, на этом причале, где шла загрузка судна, стояли какие-то две таинственные фуры. Нет ни одного свидетеля, который бы видел, как эти фуры и водители проходили таможенный досмотр. В самый последний момент они въехали на грузовую палубу парома. Что было спрятано в этих грузовиках? По одной версии там был героин. По другой – 40 тонн контрабандного кобальта. По третьей была спрятана электронная военная техника. Все, кто придерживался этих трех версий, сходятся в одном. Полиция Стокгольма была предупреждена о контрабанде и была готова арестовать груз и всю команду Эстонии. Вскоре после гибели Эстонии в центре Таллина был убит бывший заместитель директора таможенного комитета Эстонии Игорь Криштопович. По некоторым данным, накануне катастрофы Криштоповичу удалось подслушать и записать телефонный разговор между капитаном Эстонии Арво Андерсоном и неким мафиози по имени Юрий. Из разговора следовало – Эстония перевозила контрабанду. По моим данным, Эстонию потопили. Было действие внутри корабля и вне корабля. И то, что там есть, про это говорят документы, которые засекретили, по-моему, на 20 лет минимум. Свидетели там есть. Был сильный толчок, взрывный толчок. И сразу, когда Эстонию потопили, мне очень высокий человек из таможни звонил, что делать. Там был Осьми и Кобальт и все остальное. Оттуда после этого я стал исследовать это дело. Ну, у нас это очень сложно. То, что правду не хотят из-за того, что правда очень тяжкая. Есть версия, что на пароме пытались вывести какое-то секретное оборудование, похищенное в российской армии. У этой версии есть реальные основания. В конце июля 1994 года был подписан договор о срочном выводе российских войск из Эстонии. Военные очень торопились. Это создавало почву для финансовых злоупотреблений и махинаций с оружием. Я помню это, как они спешили, как они оставляли, конечно, часть денег. Это не секрет. Шла бизнес. Денегу не просто оставляли, денег продавали. Оружие, часть оружия, электроники. Так что, теоретически, заполучить некое секретное оборудование было возможно. Несколько лет назад в Берлине состоялась премьера фильма немецкого продюсера Юте Рабе «Балтийский шторм». В нем излагалась шпионская версия гибели парома Эстонии. Якобы, по заказу США, спецслужбы Швеции пытались вывести на пароме советский космический лазер, нелегально полученный ими во время вывода российских войск из Прибалтики. Фильм, как утверждают его создатели, был основан на документальных материалах. Согласно моему исследованию, все началось, когда на борт погрузили военный транспорт, и один или два грузовика не были зарегистрированы. Это подтверждают таможенные документы, что там было незарегистрированное оружие на борту. И потом, вероятно, там была группа экстремистски настроенных военных из русских националистов. Они не хотели, чтобы это оружие попало в Стокгольм, а оттуда, по всей вероятности, в конечный пункт назначения Америкой. История с загадочными русскими экстремистами слишком уж напоминает шпионские фильмы времен Холодной войны, где действуют плохие парни из КГБ. Но, как потом выяснится, перевозка нелегальных военных грузов на пароме Эстонии совсем не была вымысленной. В 2004 году шведское телевидение показало скандальный репортаж. В нем утверждалось, что буквально за неделю до катастрофы паром перевозил некий груз военного назначения. Это подтвердил в интервью бывший начальник шведской таможни Свен Петер Олсен. По его словам, в 1994 году военные договорились с таможниками Стокгольма, что прибывающие паромом грузовики с российской военной техникой будут пропущены без досмотра. А бывший таможник Ленард Хендриксон рассказал, что когда он попытался все-таки проверить груз, ему это запретили. Но он успел разглядеть в ящиках какие-то электронные приборы. Премьер-министр Швеции Йоран Персон заявил, что военные просто скрыли от правительства эти факты. Представитель Министерства обороны Швеции признал, что паром действительно перевозил военные грузы. Но отрицал, что в ночь гибели судна таковые были на борту. Действительно, это признали шведы. Паром Эстония перевозил какие-то военные грузы, какие-то секретные грузы, которые в начале 90-х в большом количестве вывозились из бывшего СССР. Выяснилось, что черт его знает вообще, что там творится с этими останками Эстонии, потому что там, я не знаю, что не месяц, что кто-то ныряет. Все что-то там ищут, все лезут. Мы не ставим под сомнение тот факт, что перевозка военных грузов или какого-либо другого оружия действительно происходила. Мы хотим выяснить, везли ли на Эстонии в тот день, 27 сентября, когда паром вышел в рейс, такие грузы. И если это подтвердится, хотелось бы понять, может ли быть связь перевозки грузов с гибелью парома Эстонии. У нас есть фотографии, очень хорошие фотографии, зоны, где были вырезаны куски металла. На этих фотографиях видна очень большая взрывная зона, где металл выгнут. По всей видимости, он был разорван. Мы увидели все признаки того, что в том месте произошел взрыв, и с нашим первоначальным впечатлением согласились позже и все эксперты. Мы вырезали эти куски металла, чтобы их исследовать и получить доказательства нашей версии. Речь шла не только о внешних признаках взрыва, но также об очень тщательном исследовании металла, которое подтвердило бы наши выводы о том, что именно взрыв стал причиной гибели Эстонии. Уже с первого взгляда на пробоины в корабле, на характер повреждения металла, выгнутого наружу, становится абсолютно ясно, и это видно невооруженным взглядом, что там произошел взрыв. Но есть и другие объяснения гибели парома. Могло ли вообще современное судно, построенное по последнему слову техники, затонуть без всяких терактов и взрывов? Именно на этот вопрос попыталась ответить официальная комиссия по расследованию гибели парома Эстонии. Эксперты из трех стран – Эстонии, Швеции, Финляндии – предложили свою версию. Чтобы ее понять, надо познакомиться с устройством паромов поближе. Современные морские паромы – гигантские суда. Высота – с многоэтажный дом. Множество палуб, иногда больше 12. На них размещаются несколько тысяч пассажиров, сотни автомобилей – рестораны, бары, магазины, танцевальные салоны, конференц-залы. Паром – своего рода современный Ноев ковчег, только гораздо более комфортабельный. Хуже обстоят дела с безопасностью. Самым уязвимым местом парома является грузовая палуба. Она проходит через весь корпус парома по всей длине и ширине судна. На корме и на носу – ворота для въезда автомобиля. На этой палубе нет промежуточных водонепроницаемых переборок. Это ускоряет и удешевляет погрузку и разгрузку техники. Но это же снижает уровень безопасности плавания. Проникновение воды на грузовую палубу, особенно во время шторма, грозит кораблю гибелью. Главное отличие судов типа РОРО в паром Эстонии от всех других типов судов – это наличие огромной свободной площади, огромного трюма, гараж, по сути, который проходит от носа до кормы, до машинного отделения, и от одного борта до другого борта. Все другие суда, любые другие суда – танкеры, балкеры, контейнеровозы – разбиты на отсеки на отдельные. И поэтому затопление одного из них, пробоина в борту, она не ведет к гибели. Судно и не создает, самое главное, не создает огромной свободной поверхности воды, которая грозит в первую очередь остойчивости судна. Хроника катастроф паромов неутешительна. Вот только некоторые примеры. 1947 год. В Бенгальском заливе во время шторма затонул индийский паром Рандос. погибли 625 человек. 1954 год. У берегов Японии во время тайфуна погибло сразу пять паромов. Число жертв исчислялось тысячами. 1966 год. В Средиземном море во время шторма затонул греческий паром Герак. Погибло 300 человек. 1968 год. Близ острова Минданао затонул филиппинский паром Данжнет. Погибло 500 человек. 1970 год. 15 декабря. В Корейском проливе затонул южнокорейский паром Лим Чо. Погибло 259 человек. В 1994 году этот скорбный список продолжил паром Эстония. Ворота, препятствующие проникновению воды на грузовую палубу парома, называются Визор. По версии Международной комиссии, удары штормовых волн разрушили эти замки. После этого Визор открылся, и тонны воды хлынули отсюда на грузовую палубу. Паром потерял устойчивость. Завалился на правый борт и затонул. У моряков-практиков эта версия вызывает сомнения. На Балтике я, в общем, достаточно много лет плаваю. Такого кошмарного удара волны просто я не наблюдал. Я не хочу сказать, что его не было в природе. Может быть, они и были такие удары где-то, когда-то, кому-то там. Ну, по крайней мере, может быть, мне повезло. Но оторвать рампу это просто невозможно. При той системе закрытия, которую она имеет. Действительно, все замки носовой части судна или рампы закрываются внутрь корпуса судна. Встречные волны ударяют в том же направлении. Тогда как же мог открыться Визор? Мы еще вернемся к причинам катастрофы. А пока зададим вопрос. Можно ли было ее вообще избежать? Как утверждают эксперты, фешенебельный паром протекал. На Эстонии деформировалась петля парели по левому борту. Были повреждены резиновые уплотнители на Визоре. Нарушена общая водонепроницаемость. Во время переходов вода постоянно просачивалась на грузовую палубу судна. О какой безопасности могла идти речь в этих условиях? Об опасных дефектах парома знала его команда и капитан. Знали инспектора службы Веритас, дававшие разрешение на выход парома в плавание. Очень трудно поверить, что о техническом состоянии судна не знали судовладельцы эстонско-шведская компания Эстлайн. Но ничего предпринято не было. В последние рейсы до вот этого последнего трагического ни раз и ни два члены экипажа парома Эстония вынуждены были затыкать эти механизмы крепления рампы матрасами и чем-то еще типа ветошью с тем, чтобы предотвратить течь. В таких случаях главная ответственность ложится на капитана. Он должен был поднять тревогу и отказаться от выхода в море. Но капитан Эстонии Арва Андерсон ничего не сделал. Почему? Ну как он мог рассуждать? Ну если я сейчас устрою скандал, ну меня спишет, судно все равно идет в рейс. А я буду настолько подмочен, что мне, я не знаю, грубо говоря, дальше портового буксира хода не будет. Вполне возможно, что капитан Эстонии рассуждал именно так. Но может быть он и не мог отказаться от рейса из-за нелегального груза, который был на борту. И потому корабль все-таки вышел в море, несмотря на технические неполадки и штормовое предупреждение. А пассажиры ничего не подозревали и верили, что их жизни ничего не угрожает. В 19.20 паром Эстония вышел из сталинского пассажирского порта и взял курс на Стокгольм. Пассажиры были абсолютно уверены в том, что подобный гигант построен в соответствии со всеми правилами безопасности судоходства на море. Однако в час ночи у части пассажиров возникает тревога от непонятного шума, идущего из района грузовой палубы. Те из них, кто уже бывал на пароме раньше, на всякий случай выбегают из кают. На мостик поступает доклад о необычных шумах. На грузовую палубу отправляется матрос с приказом осмотреть и доложить. Но, несмотря на чрезвычайную ситуацию, вахта на мостике не сочла нужным снизить ход до выяснения причины шумов. Международная комиссия, расследовавшая обстоятельства трагедии, сделала заключение, что ее причиной стало слишком высокая скорость парома во время шторма, из-за чего некоторые жизненно важные конструкции и узлы не выдержали перегрузок. Как считают эксперты, если бы капитан Эстонии снизил скорость, это могло бы спасти судно. Существует версия, что капитан не снизил скорость именно потому, что спешил вовремя выйти к расчетной точке, где должен был сбросить контрабандный героин и кобаль. Там этот груз взяла бы на борт подводная лодка. Для сброса контрабанды надо было открыть носовую часть судна. Это опасная операция, но речь шла о миллионах долларов. Это абсолютный нонсенс, тем более судно находилось пусть в небольших, но тем не менее штормовых условиях. Вероятность залива судна водой, поступление воды на борт судна, очевидно и просто однозначно. Это привело бы к гибели судна. Поэтому здравомыслящий капитан просто не мог отдать такого указания. Значит, либо капитан шел сознательно на затопление судна, либо он уже не управлял кораблем. Но факт остается фактом. Примерно в час десять визор по каким-то причинам постепенно начинает открываться. Грузовую палубу заливает водой. По системе телеобзора помещения это замечает вахтенный механик. Но почему-то на капитанский мостик об опасности не сообщает. на любом судне открытие рампы сопровождается определенной сигнализацией на мостике. Естественно, вахта должна немедленно поставить в известность капитана о том, что что-то не в порядке. Хорошо это, если просто сработала сигнализация, если это на самом деле происходит открытие, то ее нужно прекратить это открытие. Это обязанность вахтенной службы на мостике. поэтому если вахта не знала или не могла повлиять на событие, значит опять-таки это приводит к мысли, что это было преднамеренно сделано, может быть даже и с ведома капитана. Итак, час десять минут. Включаются помпы для откачки воды с грузовой палубы. Но они не в силах справиться с таким объемом. Механик выходит на грузовую палубу и с ужасом видит, что вода уже достигает колен. Но на капитанском мостике никак не реагирует на опасность. То, что было неожиданностью для механиков, возможно не стало неожиданностью для капитана парома Эстонии. Просто он вместе со своими сообщниками начал операцию по сбросу контрабанды в море. Те, кто спасся, утверждали, что незадолго до катастрофы отчетливо слышали шум работы гидравлической системы, которая открывала и закрывала носовые ворота парома. Капитан Андерсон видимо не знал, что замки и визора и аппарели повреждены и ему никогда не удастся закрыть их обратно. Катастрофа разразилась. Визор оторвало. Падая в море, он ударился о бульбу, подводный выступ в носу судна, улучшающий гидродинамические характеристики корпуса. Многие пассажиры услышали звук этого удара и описывали его позднее как удар некого гигантского молота, заставивший вибрировать весь корпус. Хелли Митус работала на пароме Эстонии продавцом в магазине беспошлиной торговли. Ей не хотелось идти в этот рейс. Она ждала ребенка и неважно себя чувствовала. Я помню, что корабль очень сильно встряхнула. Возможно, это был удар. Моя каюта была в кормовой части и такими были мои ощущения. Также этот удар сопровождался сильным звуком. Больше всего мне запомнилось, что сразу после того, как корабль встряхнула, он резко накренился. Я сразу поняла, что дела очень плохи. Подобно киту с разинутой пастью, паром стал заглатывать волны штормовой Балтики, по-прежнему следуя полным ходом. Практически мгновенно десятки тонн, попавшие внутрь воды, вызвали крен 15 градусов на правый борт. После этого счет жизни парома и его пассажиров пошел на минуту. Матрос, посланный на грузовую палубу, до нее не дошел. Его сбила с ног толпа пассажиров в панике рвущихся на верхнюю открытую палубу. Они кричали, что палуба номер один затоплена. И матрос сообщил об этом на мостик по рации. Вот только кому? Кто был в этот момент на мостике? Где находился капитан? Все эти вопросы остались без ответа. Итак, час 18 минут ночи. Паром резко снижает скорость и решает повернуть влево, для того, чтобы волны и ветер, обрушившись на правый борт, скомпенсировали крен. Как потом установят эксперты, запоздалая попытка отвернуть паром от встречной волны лишь ускорила гибель судна. Решение оказалось ошибочным. Ударами волн разбиваются иллюминаторы и двери на нижних палубах. Скорость поступления воды в корпус резко возрастает. Каждую минуту в паром вливается около 20 тонн воды. Крен на правый борт растет. Все на пароме уже чувствуют, что произошло что-то серьезное. А некоторые из членов экипажа и пассажиров уже понимают Эстония обречена. Начинается паника. Раздаются призывы бежать к шлюпкам. Я действовала полностью автоматически. Во время работы на корабле каждую неделю проводились учения по спасательным работам. Я знала, что нужно делать. Я действовала практически инстинктивно. я знала, что необходимо надеть как можно больше теплой одежды и быстро покинуть корабль. Так я и действовала. Я быстро оделась и попыталась выбраться из своей каюты, но все происходило настолько стремительно, что даже выбраться из каюты было очень тяжело. Один час двадцать минут ночи. Машины парома остановились. Эстония оказалась полностью во власти стихии. Автомобили на грузовой палубе срываются с мест и бьются в корпус. Крен увеличивается. Один час двадцать одна минута. Положение критическое и только теперь Эстония передает в эфир сигнал бедствия. Первым его принимает спасательная служба финского города Турпул. Сигнал поступил по маломощному УКВ передатчику. Рация и автоматическая подача сигнализации тревоги не сработали. Все спасатели успели понять. Судно накренилось на 20-30 градусов, двигатели стоят. После этого связь оборвалась. почему сигнал бедствия был подан так поздно? И главное почему не сработала автоматическая система подачи тревоги? Если это дело рук террористов, то на эти вопросы ответить легко. Связь нарушили специально, для того, чтобы потом без помех пустить паром ко дну. Судя по той ситуации, которая имела все-таки место быть, все было сделано преднамеренно. Преднамеренно могла быть и отключена сигнализация на мостике о том, что открывается рампа. Преднамеренно может быть и не был поставлен в известность капитан, или капитан был каким-то образом изолирован. Хоть и с опозданием, но объявили общесудовую тревогу. Сначала из динамика звучал голос мужчины, потом женщины, повторяющие на эстонском языке. Тревога, тревога. У женщины была истерия. Хрен корабля рос. Хуже всего пришлось тем, кто оказался на нижних палубах. Выбраться оттуда было практически невозможно. Судно уходило в воду правым бортом. Подниматься приходилось почти по отвесной стене. Чтобы подняться на верхнюю палубу, нужно было постоянно подтягиваться на руках, а для этого нужна была большая физическая сила. В половине второго ночи судно почти ложится на правый борт. Люди были охвачены ужасом. Некоторые настолько шокированы, что просто не могли двигаться. Другие наоборот, готовы были смести все на своем пути, лишь бы выжить. В какой-то момент я как бы поскользнула. и упала. И люди стали перелезать через меня. Люди пробирались выше, к спасательным плотам, чтобы быстрее покинуть тонущий корабль. Подняться выше было единственным шансом выжить. Там, наверху, на открытых палубах были спасательные плоты и шлюпки. Но из-за паники и давки добраться до них было почти нереально. Один час тридцать пять минут ночи. Гаснет электричество. Эстония лежит на борту, крен девяносто градусов, ходовой мостик наполовину под водой. Запертым на нижних палубах пассажирам наверх уже не выбраться. Слишком мало времени. у каждого пассажира для того, чтобы спастись было всего пятнадцать минут. Вокруг корабля была кромешная тьма. И люди просто сидели где-то в уголках на верхней палубе. Я помню, что я тоже поднялась на палубу и остановилась. и спросила, что же с нами будет. И один человек, один мой коллега, он сказал, что у нас уже нет никакой надежды. Единственное, что мы можем сделать, это молить Бога. Час сорок минут ночи. Гигантский корпус Эстонии плавно скользя уходил под воду. Его задравшаяся вверх носовая часть еще была видна. И многие слышали крики о помощи, раздающиеся внутри парома, где оказались запертыми около семьсот пятидесяти человек. Через несколько минут на месте погружения остались только тысячи воздушных пузырей. И тут накрыло нас волной. и после этого было такое ощущение, что мы как в стиральной машине. Я получила много сильных ударов, все крутило, и было такое впечатление, что меня как бы избивают со всех сторон. и помню, что подумала, страха не было, просто подумала, что значит, вот такая вот смерть и есть, что вот так вот и умирают, что я, видимо, сейчас утонула. И в этот момент я подумала, что очень хочу увидеть своего будущего ребенка. и я должна забраться на плод. И еще я очень хотела увидеть мужа Рене. Попасть на плод, это была моя последняя надежда. И в итоге мне это удалось. Два часа ночи. Те, кому не досталось места на плодах, умирали один за другим от переохлаждения. По той же причине погибли те, кому все же удалось забраться на спасательные шлюпки. Шторм продолжал бушевать, сила ветра достигала 90 километров в час. Температура воды 13 градусов, воздуха 10. Около 4 часов утра Хелия и ее спутников спас шведский паром Мариэлла. Он первым пришел к месту катастрофы. Потом прилетели спасательные вертолеты. По официальным данным, в морской катастрофе погибли 852 человека. В их числе 469 граждан Швеции, 314 граждан Эстонии, 37 граждан России и стран СНГ, и 8 граждан Финляндии. Я помню, вечер 28 сентября 1994 года шел ужасный дождь, и я ехал на машине по дороге возле моря. там было множество людей, тысячи людей, которые просто стояли на дожде, на ветре и смотрели на море, как будто ждали, что этот корабль сразу придет обратно в порт. Муж Хелли Рене дождался возвращения жены, которую с переломами и сильным перехлаждением поместили на лечение в госпиталь Стокгольма. Их семья стала одной из немногих, кому повезло. Теперь у них растет сын Робин, который еще до рождения побывал вместе с мамой в ледяной балтийской купели. В республике его называют ребенком Эстонии. Моя мама самая умная, самая сильная и самая красивая. Но сотни людей уже никогда не смогут сказать ласковые слова своим близким. В годовщину гибели Эстонии 28 сентября многие приходят сюда. Здесь под этими грустными соснами находится лесное кладбище. Тут есть специальный участок, отведенный для жертв катастроф. Но многие могилы пусты, ведь тела большинства погибших так и не нашли. Наша площадка тоже здесь. Хотя нашей дочери здесь внизу нет, но мы когда-то сами ляжем сюда, наши имена тоже здесь готовы. Это такое святое место для нашей семьи, для нашей семьи. Мы здесь собираемся к дочери и просто помним о ней часто. Так и сегодня, вчера, эти такие трудные дни. Вот это могила нашей дочери, Дина семьи, кто работал на судне в магазине, заведующим магазином. Остались двое войняшки, сыновья. Мы принимали к тебе их в третьем классе и до сих пор мы живем вместе. Они уже студенты. с дочерью этих пожилых людей Тиной Мюр связана еще одна тайна Эстонии. Тина не числится ни среди мертвых, ни среди живых. Она пропала без вести и судьба ее до сих пор неизвестна, как и судьбы еще восьми человек с паром Эстонии. Самое удивительное, что все они сначала были в списке спасенных. Я вижу телевидение, народ смотревает телевизор и список спасенных. И там появляется Тина Мюр. Я очень счастлив оказался. Меня сразу поздравили и даже принесли этот мобильный телефон, что сообщить своему знакомому, сообщить своей супруге, что ваша дочка спасена. Я так и сообщил. родственникам, что большое несчастье на море, но нашу семью, это не касается, Тина, мы спасена. Но счастье это продолжалось недолго. Через пару дней имя дочери вдруг исчезнет из списка спасенных. Вместе с ней из списка было вычеркнуто еще восемь человек. Все они были эстонцами, все работали на пароле. И среди них был второй капитан Эстонии Арво Пихт. Казалось бы, что тут особенного? произошла печальная ошибка. На самом деле все эти люди погибли вместе с паромом. Но есть и другое объяснение. В свое время где-то это эстонская газета в январе в начале года появилась статья спасенные исчезнувшие. И внизу вместе с Пихтом по тайным исчезла женщина. И фото нашей дочери Дина Мюра. И здесь журналист рассуждает версии и вариантов какие что могут быть причиной исчезания. Существует версия что Тина Мюр была похищена потому что случайно оказалась в одной спасательной лодке с капитаном Пихтом. Он якобы знал о нелегальном вывозе оружия на пароме Эстония и организаторы операции не могли допустить чтобы Пихт попал в руки шведской полиции. Чтобы сохранить тайну надо было изолировать всех случайных попутчиков капитана. Я убежден что Эстония и может быть и другие корабли были одним из этапов так называемого большого пути начинавшегося где-то в России и ведущего из Сталина через Балтику в Стокгольм а из Стокгольма в международный аэропорт Орландо. Оттуда большой путь вел куда-то на Восток и вот что я выяснил и кроме меня об этих фактах больше никто не писал и не говорил я выяснил что два опознанных самолета прибыли откуда-то с запада из Соединенных Штатов и они ждали в этом шведском аэропорту Орландо они приземлились без пассажиров а улетели с девятью пассажирами на борту и шведские власти не хотят касаться этой темы по некоторым данным у шведской полиции есть видеопленка на которой запечатлен сменный капитан Эстонии Пихт официально объявленный погибшим якобы капитана видели и опознали трижды спустя несколько часов после трагедии мокрого и укутанного в плед через год в одном из баров Гамбурга а еще позже на одном из курортов французской Ривьера сейчас вы увидите уникальные кадры из утренних новостей некоторые узнали в этом человеке капитана Пихта он ли это и почему в повторных выпусках этих кадров уже не было все эти вопросы без ответа жив ли капитан Пихт жива ли Тино Мюр никто не запрещает мне стоять под окном и ждать ее и до конца жизни я это делаю это просто такая судьба мне не сказали что она мертвая этот памятник у бастионной горки в самом центре Таллина посвящен тем кто не вернулся из последнего рейса Эстонии здесь его называют прерванный путь на черном граните выбиты имена 852 погибших но и сегодня никто не возьмет на себя смелость с точностью сказать сколько же на самом деле человек погибло в ту страшную ночь загадки остаются после крушения парома Эстония проводилось не одно расследование но разные группы экспертов пришли к разным выводам выводы официальной комиссии звучат так комиссия не нашла ни одного следа который бы указал на взрыв и так как расчеты и эксперименты показали что эти замки были слишком слабыми они не выдержали больших нагрузок руководство германской верфи Майер где был построен паром Эстония выводов официальной комиссии не признало и отвергло обвинения в конструктивных недостатках судостроители организовали свое расследование им руководил адвокат Хеннинг Витте который в результате расследования заявил что официальное объяснение причин трагедии это большая ложь сейчас вы видите кадры на которых непонятное устройство с торчащими проводами его на дне обнаружили водолазы но почему-то решили не поднимать на поверхность при следующем погружении этого таинственного предмета уже не оказалось эксперты заявили это бомба немецкая комиссия после изучения всех повреждений заявила что нос парома отвалился в результате взрыва более того было поручено трем независимым европейским университетам провести компьютерные расчеты поместив точную модель парома в смоделированные условия как оказалось вода поступающая на грузовую палубу не могла стать причиной затопления паром мог лишь перевернуться но за счет воздуха долгие часы еще находился бы на воде несмотря на выводы немецких специалистов международная комиссия их заключение не приняла но вот 10 лет спустя немецкие эксперты публикуют настоящую сенсацию именно немцы и выяснили что был там какой-то там таинственный человек с каким-то таинственным чемоданчиком прикрепленным к его руке и буквально там я не знаю через сутки часы после гибели парома Эстония туда уже отправились ныряльщики было точно известно что был такой человек и был такой чемодан и было точно известно где он находился где-то там в районе мостика и вроде как было точно известно что его не спасли но потом не нашли ни этого человека его останков ни так сказать чемоданчика конечно верфь Майер для сохранения чести мундира заинтересована в подобных шпионско-конспирологических версиях но и другие исследователи утверждают в гибели Эстонии слишком много странных фактов игнорировать которые никак не получается я не утверждаю что именно взрыв стал причиной гибели корабля и даже необязательный визор отвалился именно в тот момент когда корабль еще находился на плаву его могли взорвать уже на дне чтобы убрать дороги и чтобы потом появилась версия что корабль затонул именно из-за визора место гибели парома было объявлено международным захоронением соглашение подписали Швеция Эстония Финляндия Дания Латвия и Россия здесь запрещены любые водолазные работы а сам район патрулируется военными фрегатами что это забота о покое мертвых или попытка что-то скрыть итоговый отчет с которым выступили международные эксперты был очень удобен для всех государств замешанных в этой истории он был удобен для компании которой принадлежал корабль он не обвинял никого и глава экспертной комиссии мистер Уну Майор так и сказал наш отчет ни на кого не возлагает вину это для всех было очень удобной позицией потому что если бы они собрались хоть кого-то обвинить в случившейся трагедии тогда нужно было бы проводить криминальное расследование с настоящими прокурорами металлические фрагменты взятые во время экспедиции Грега Бермиса и Юты Раби для объективности результатов экспертизы были разосланы в независимые лаборатории Германии и США во всех заключениях указано во фрагменте взятом возле переднего люка по правому борту имеются следы взрыва Несмотря на это Эстония, Швеция и Финляндия решили не поднимать погибшее судно ни при каких условиях Шведское правительство предложило накрыть паром гигантским саркофагом изготовление которого собираются поручить компании специализирующиеся на захоронение радиоактивных отходов Что? На пароме Эстонии был радиоактивный груз? Что еще пытаются скрыть на дне моря? Совершенно понятно что со всей этой историей связана большая политика и политика намного больше чем даже Эстонская Республика может себе представить Наша главная задача не найти виновных а все-таки дать людям родственникам тем, кто кого-то потерял в этой катастрофе ответы на вопросы что же все-таки случилось? Балтийское море умеет хранить тайны Для их разгадки нужно немало потрудиться и потратить большие деньги чтобы преодолеть 83 метра морской воды Кто-то этот путь уже преодолел но похоже что полученные водолазами ответы не устраивают большинство заинтересованных сторон Только появление новых свидетелей может помешать окончательному захоронению судна на дне с помощью грунта камней и бетона И похоже с каждым днем мы все дальше от разгадки тайны парома Эстония Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok